Лондон – признанный международный финансовый центр. Его особенность – способность к вызову и ответу на любую новую ситуацию и финансовые инновации, считают специалисты. История «Сити», а именно так называется деловая часть столицы Альбиона, насчитывает более восьми веков с того момента, когда английское правительство провозгласило большую хартию вольности, гарантирующую индивидуальные права и безопасность отечественных и зарубежных торговцев. О становлении и развитии современного лондонского «Сити» – репортаж нашего собственного корреспондента в Великобритании Беллы Кудебергеновой. Английский банк, королевская биржа и промышленная революция – вот фундамент, на котором была построена некоронованная столица финансовой империи, говорит обрадат Камалпур, партнер юридической компании Ашхерст, главной офис которой находится в лондонском «Сити» без малого 200 лет. На этой так называемой квадратной миле проживает около 8 тысяч человек, но ежедневно на работу приезжает почти 300 тысяч белых воротничков. Город в городе управляется независимой корпорацией во главе с лордом-мэром. В середину 15 века этот пост занимали почти 700 человек. Такое внушительное число – результат частой ротации. Руководитель «Сити» избирается всего на один год. Его главная обязанность – привлекать в город бизнес и инвестиции. На сегодняшний день юридические, аудиторские, консалтинговые, финансовые и аналитические компании делового островка приносят в казну королевства почти треть его доходов. Многие годы британский золотой стандарт был краеугольным камнем мировой денежной системы. Это было связано с высоким уровнем капитализма, обширными торговыми связями Британии с другими странами, устойчивостью фунта стерлингов и развитой кредитной системой страны. После Первой мировой войны финансовый центр переместился в США, но сейчас пальма первенства снова у «Сити». Один из неоспоримых козырей «Сити» и его либеральное законодательство, уверен юрист с 40-летним стажем Стефан Перриш, руководитель одной из ведущих мировых юридических практик Нортон Роуз Фулбрайт. Компания оперирует в 50 странах, в том числе и в Казахстане. Мистер Перриш считает нашу страну сердцем Азии и потенциальным кандидатом на звание регионального финансового центра. Финансовый центр должен иметь прозрачную и справедливую систему правосудия. Верховенство закона – вот правило, по которому живет лондонский «Сити» на протяжении многих веков. В своем недавнем выступлении президент Казахстана говорил как раз об этом. Судебная система должна быть независима от политики. Несмотря на прогрессивные и независимые институты, государство все же осуществляет контроль над процессами, происходящими в его деловой части. Например, 30 лет назад правительство инициировало так называемый «большой шок», в результате которого лондонская фондовая биржа внедрила электронную систему котировок. Это позволило остановить отток денег из «Сити» и привлечь новую волну иностранных торговцев ценными бумагами. Казахстан связан с «Сити» с самого начала независимости. На сегодняшний день в листинге London Stock Exchange акции 10 отечественных компаний. Белла Кудайбергенова, Лондон, Великобритания.